Здравствуйте мои дорогие! Книга автора стендарта. Будущего в октябре немножко тепло градусов 7, но главное, чтобы руки не мерзли. Я иду, наслаждаюсь, слушаю эту прекрасную книгу «Красное и черное». Весна любви напоминает нам апрельский день, изменчивый, неверный. То весь он блещет солнечным теплом, то вдруг нахмурится сердитой тучей. Шекспир 2 Веронца. Перевод с английского. Поглощенная мечтами о будущем и о той исключительной роли, которую ей, быть может, предстояло играть, Матильда иной раз не без сожаления вспоминала о сухих метафизических спорах, которые у них прежде возникали с Жюльеном. А иногда, устав от этих высоких размышлений, она с сожалением вспоминала о минутах счастья, которые обрела возле него. Но эти воспоминания вызывали у нее чувство раскаяния, и она иной раз жестоко терзала ее. «Если человек уступает какой-то своей слабости, — говорила она себе, — то такая девушка, как я, может позволить себе поступиться своей добродетелью только ради действительно достойного человека. Никто никогда не скажет про меня, что я прельстилась красивыми усиками или умением ловко сидеть в седле. Нет, меня пленили его глубокие рассуждения о будущем, которые ожидает Францию, его мысли о грядущих событиях, которые могут оказаться сходными с революцией 1688 года в Англии. «Да, я прельстилась, — отвечала она своим угрызением. — Да, я слабая женщина. Но, по крайней мере, мне хоть не вскружили голову, как какой-нибудь безмозглой кукле, просто внешние качества. Его лицо отражает высокую душу. Этим-то оно и пленило меня. Если произойдет революция, то почему бы Жюльену Сорелю не сыграть в ней роль Ролана, а мне госпожи Ролан? Эта роль мне нравится больше, чем роль госпожи Бесталь. Безнравственное поведение в наше время было бы большим препятствием. Ну уж, меня-то наверняка нельзя будет еще раз упрекнуть в слабости. Я бы умерла со стыда». Надо признаться, впрочем, что не всегда рассуждения Матильды были так уж серьезны, как мысли, которыми только что привели. Она иной раз украдкой смотрела на Жюльена, и в каждом его движении находила неизъяснимую прелесть. «Теперь можно не сомневаться, — говорила она себе, — я своего добилась. У него, конечно, и в мыслях нет, что он может иметь какие-то права на меня. Какой несчастный вид был у бедного мальчика, когда он с таким глубоким чувством сделал мне это признание в любви в саду неделю тому назад. Это ли не доказательство? И надо сознаться, с моей стороны было в высшей степени странно сердиться на него за эти слова, в которых было столько глубокого уважения, столько чувства. Разве я не жена его? Ведь так естественно, что он это сказал, и признаться он был очень мил. Жюльен продолжал любить меня даже после этих бесконечных разговоров, когда я изо дня в день, и, по правде сказать, так безжалостно рассказывала ему обо всех моих минутных увлечениях этими великосветскими юношами, которым он так меня ревнует. А ведь у меня это было просто от нестерпимой скуки, среди которой мне приходится жить. Ах, если бы он только знал, сколь мало они для него опасны, какими бесцветными они мне кажутся по сравнению с ним. Все совершенно одинаковы, точно списаны друг с друга. Матильда, углубившись в эти размышления и делая вид, что она очень занята, чтобы не вступать в разговор с матерью, которая на нее смотрела, Матильда рассеянно чертила карандашом в своем альбоме. Один из профилей, который она только что набросала, изумил и обрадовал ее. Он был поразительно похож на Жюльена. Это глаз провидения. Вот истинное чудо любви! В восторге воскликнула она. Я, совершенно не думая об этом, нарисовала его портрет. Она бросилась к себе в комнату, заперлась на ключ, взяла краски и принялась усердно писать портрет Жюльена. Но у нее ничего не получалось. Профиль, который она набросала случайно, все-таки имел наибольшее сходство. Матильда пришла в восхищение. Она увидела в этом неоспоримое доказательство великой страсти. Она оставила свой альбом, когда уже совсем стемнело. И Маркиза прислала за них, чтобы ехать в итальянскую оперу. Матильда думала только об одном. Хорошо бы увидать Жюльена. Тогда можно будет уговорить мать, чтобы она пригласила и его ехать с ними. Но Жюльен не появился. И в ложе наших дам оказались только самые заурядные личности. Во время первого акта Матильда ни на минуту не переставала мечтать. Счастья вам, удачи, любви, успехов. Это очередной ролик автора Струндаль. Красные и черные. Это вторая декада октября подошла к концу. Пока еще 7 градусов тепла. Вполне приличный. Зато пальцы не мерзнут. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»